Приветствую вас на канале Недвижимость в Чехии. В этом видео мы поговорим с вами о земельных участках. Часто меня подписчики спрашивали о возможности покупки участков иностранцами. Можно ли это в Чехии. Также коротко пройдем по основным моментам, на которые нужно будет обратить внимание при покупке земельного участка. А также покажу вам таблицу цен по всем регионам Чехии. Там будет указана средняя цена за метр квадратный земельного участка, строительного. Итак, первое. Никаких абсолютно ограничений на покупку земельных участков иностранцами в Чехии на сегодня нет. Поэтому вы можете, как иностранец, перебрести любой земельный участок под строительство живого дома и так далее. Дальше, на что бы я обратил внимание, это на назначение земли. И обязательно поинтересуйтесь, есть такой документ, так называемый УЗМНИЙ ПЛАН. Это в переводе как градостроительный план района, города, населенного пункта и так далее, разных территорий. Так вот, в этом УЗМНИЙ ПЛАНЕ вы увидите и найдете информацию относительно, какое назначение этой земли, где вы покупаете участок. Можно ли там построить жилой дом, либо другое какое-то сооружение. Обязательно там будет эта информация. Также вы сможете видеть процентное соотношение застройки земельного участка. То есть, если берем за 100% земельный участок, может быть процент застройки, допустим, 15% или 20%. Также в этом плане УЗМНИЙ ПЛАНЕ будет указана высотность здания. Она не должна превышать определенную высоту. Также вы увидите этажность здания, сколько этажей вы можете построить. То есть, такую вот подробную информацию вы сможете найти в этом УЗМНИЙ ПЛАНЕ. Его имеет каждый район административный, в котором вы будете находить те или иные земельные участки. Следующее, на что также нужно обратить внимание, это на коммуникации, которые подходят к земельному участку. Это вода, электричество, газ, канализация. Если там центральная канализация, центральная вода, все это важно. И это все отразится на комфорте и финансах. При том, как вы будете рассчитывать свои затраты на строительство и все, что с этим связано. Поэтому обратите внимание на все эти коммуникации. Также вы найдете эту информацию в тех районах, либо городах, районах, либо населенных пунктах, в администрациях этих районов. Информацию о том, можно ли подключиться, есть ли там возможности физические, не переполнена ли сеть, допустим, канализации и так далее. Чтобы вы потом не столкнулись с какими-то проблемами, которые просто увеличат в разы ваши расходы на строительство дома. Еще можно обратить внимание на уровень радона на конкретном земельном участке. Так как если этот уровень будет выше нормы, то придется просто делать более дорогую и качественную гидроизоляцию. Что увеличит просто расходы на строительство. Если у вас возникнет вопрос с выбором участка подготовить проект, все согласования, получить строительное разрешение и возможно построить дом, то в принципе я работаю с хорошей командой уже очень давно, которая может помочь вам выполнить и реализовать все эти задачи. Относительно цен на земельные участки, сейчас в правом верхнем углу вы видите подсказку, ссылку на видео. Также я оставлю такую же ссылку в описании под видео, где вы узнаете полностью по всей Чехии цены за метр квадратный на строительные земельные участки по всем регионам. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.